Девушки отдыхают 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 Сейчас мы снизили цену ошибки, можно более свободно комбинировать, потратили достаточно количество времени на изучение вообще, что может модифицироваться в оружии. И, в принципе, можем с уверенностью сказать, что все те апгрейды, которые у нас есть в игре, они реально не существуют, так делают. Ну, понятное дело, так делают основным стендово стрельбы. В реальной жизни эти апгрейды не столь распространены из-за своей дороговизны, но в игре мы имеем право как бы сделать их массовыми. Апгрейды, как и раньше, выполняют механики. Однако и сюда проникли ролевые элементы. Теперь некоторых бедолаг можно спаивать и получать в результате скидку на услуги. Для улучшения качества обслуживания следует приносить механикам новые инструменты и материалы. На них можно наткнуться, исследуя зону. Иногда место расположения могут подсказать случайные попутчики. В общем, авторы всячески стимулируют игроков исследовать даже самые крайние закоулки зоны. Куда удобнее стало отслеживать собственное перемещение и его шумность. Мы сделали круглую карту, считаем ее более удобной, более наглядной. Также переработали правый нижний угол, там где были информации об оружии, о патронах. Теперь информация передается более компактно, более удобно, что ли. Мы вывели достаточное количество индикаторов на главный экран, чтобы все было наглядно. Если ты находишься в зоне нормального воздействия, у тебя бегает иконка. Если у тебя оружие поломано, у тебя отображается иконка. То есть старались сделать все, чтобы игроку было удобно играть. Вынесли часы на главный экран. Добавили то, что, в принципе, было раньше. Не очень удобное место расположено именно для игрока. Как добавили? Просто скомпоновали по-другому, но было в предыдущих проектах. Шумометр, то есть насколько ты сильно шумишь, детектор, насколько тебя замечают. Последнее стало играть большую роль. Мертвое животное очень легко можно спутать со спящим, а сильно лязгая снаряжением, разбудить его. В Зове Припяти зачастую важнее обойти стаю мутантов, нежели вступать с ними в бой. Игра все еще проходит финальную балансировку, но пока мы можем сказать, что в новом Сталкере намного чаще ощущаешь себя жертвой, нежели охотником. Должны уйти середины. С одной стороны, не должно быть очень легко, но с другой стороны, должно быть достаточно опасно. Выйдя в упор на противника с дробовиком, мы должны умереть с двух выстрелов максимум. Но с другой стороны, мы не должны умирать, как от каждой третьей пули в бомбою, что это будет расстраивать, напрягать. Мы ищем еще эту золотую середину. На данный момент мы считаем, что в текущей балансе, то, что мы настраиваем, достаточно еще сложно. Мы его будем чуть-чуть упрощать. Носры стали очень опасны. То есть, наверное, мы в чем-то недооценили, насколько этот новый АИ может успешно противостоять сериальному оружию. Раньше считалось, что там, что имеет кабан против человека с автоматом. Пока он добежит, мы его 10 раз расстреляем. На самом деле, не все так просто, так как кабаны теперь не бегают по прямой, они закладывают такие нержи, что иногда ты просто не можешь понять, в какую сторону он побежит, теряешь его из виду. А если их пятеро, это вообще достаточно страшно. То есть, в этом у меня сейчас баланс немножко еще слишком кроколит. А со сталкерами он уже близится к идеальному. Получается, это очень интересно. Что касается именно другой состоящего баланса, то есть, насколько мы легко расправляемся с противниками, противники стали умирать гораздо легче, чем в предыдущих проектах. То есть, где-то не есть проекты, которые могут выдержать очередь из калаша в упор. Самое проще, понятное дело, это экзоскелет. Но с угол автоматического оружия достаточно легко с ним расправиться, если снять на первый уровень. Сама игра была таким образом немножко редизайна, именно чтобы масштаб сражений был больше. Что имею в виду, если взять чистое небо, там основа весь бой был на дистанции 20-30 метров. Из-за того, что именно все это было близко, там были свои требования, были требования, чтобы противники были хорошо видны. Это дистанция 20-30 метров, не больше. Поэтому мы были вынуждены немножко занизить принудительно кратеристическое оружие, чтобы оно не было на этой дистанции слишком точным. Сейчас мы все-таки расширили опять область действия. То есть, сейчас бывают бои между противниками, которые там 60 метров друг с другом. Оружие стало точнее, но именно за различные дистанции стрельбы точно попадать в голову мне стало легче. Зато снайперское оружие более эффективно теперь себя показывает, потому что действительно есть как бы дистанции, где я тебе развернулся. Абрейды как бы очень хорошо себя показывают, потому что поставив несколько апрейдов на точность, можно там не со 100 метров вешать коншоты за его регулярностью. Перемещаться по большим пространствам, как и раньше, помогают проводники. Однако теперь их стало намного больше. Да и встретив какого-нибудь сталкера, всегда можно прогуляться с ним за компанию. Время суток теперь критично для многих заданий. Так, вылазки на базы враждебных группировок и охота на опасные виды животных происходят исключительно по ночам. Переждать нужное время можно в безопасных зонах, где собираются сталкеры. Аномальные зоны в Зове Припяти наконец-то обрели достойное воплощение. Если в «Чистом небе» все аномалии были небольшого размера, то на огромных просторах новой игры нашлось место ни одной шутки природы. И картины их впечатляют. Каждое аномальное место, оно по-своему запоминающееся. Оно уникальное, большое. Игрок таким образом сразу увидит, что это аномальные места. Нам очень понравилось то, что мы сделали в «Чистом небе». Геймплей с детектором, геймплей с поиском артефактов. Действительно получилось хорошо и по мнению внутри команды, и по мнению фанатов в первую очередь. Добавился новый тип детектора, самый крутой. Он сперва недоступен, он становится доступен после того, как мы выполним одну второстепенную ветку. Ключевое его отличие в том, что помимо того, что он показывает точку, где находится артефакт, он также цветом точки показывает тип этого артефакта. То есть это огненный артефакт, ну, я имею в виду артефакт, прожденный огненной аномалией, или там гравий артефакт, или кислотно-химический артефакт. И размером точки показывает ценность этого артефакта. То есть он как большая, жизненная красная точка, то это значит, что это что-то стоящее. Игрок, даже подойдя к аномалии, не заходя в нее, может оценить, а стоит то, что там лежит, от удачных усилий. Помимо этого показывает границы вот таких мин-ловушек внутри аномальных полей, куда наступать не стоит. Поэтому для игроков, которые ставят себе цель создать полную коллекцию артефактов, вот это самый лучший детектор. Сама концепция аномальных образований, вот она, стараемся ее улучшить, сделать более визуально наглядной. И в этом проекте впервые решили сделать каждую аномалию уникальной. То есть теперь нет копипаста, что есть вот гравий-аномалия, и мы их тыкаем свободно по левелу, где хотим. Мы постарались каждую аномалию придумать, во-первых, почему она образовалась. Каждая аномалия имеет свою подоплеку, как так случилось. По типу повреждений, да, не остаются там огненные, химические, гравии. Но каждая аномалия теперь, во-первых, заметна издалека. Стена огня, словно выжегшая кусок земли. Странная субстанция, перекинувшаяся с одного здания на другое. Загадочные сплетения деревьев. Все это очаровывает и мгновенно врезается в память. Сразу ощущаешь, что здешние места исковерканы неизвестной силой. На это же чувство играют и выбросы. Выбросы у нас тоже никто не отменял. Более того, на локациях есть места, где от выброса мы будем прятаться. И не только мы. Сталкеры у нас будут делать вылазки за артефактами и возвращаться в эти места, когда выброс будет неминой. Отныне, кстати, игра сама дает подсказку, где лучше спрятаться от надвигающегося бедствия. Интересно, что выбросы могут застать игрока посреди выполнения какого-нибудь сложного квеста. Острые ощущения обеспечены. На этом на сегодня все. Финальный отсчет подошел к концу. Зов Припяти почти на прилавках. Но остался еще один небольшой анонс. У нас секретные релизы планируется. Мы выдали новые тени. Те, которые стоят в жестоком контакте с объектом. Чем ближе к объекту, тем больше четкая межа, а чем дальше к объекту, тем больше распространяется. Это как в реальности выходит так уже наближено? Да, то, что происходит в действительности. Мы выдали новый вид СССР, который мы проскорили с помощью контакте с объектом. И основная наша вещь – это тиселяция. Это более полигонаж на объектах. Это позволило нам значительно покрасить. Если вы не поняли, что сказал этот человек, то вкратце. В Зове Припяти будет поддержка Директ Икс-11. Впрочем, есть новости даже интереснее. Сейчас наша студия работает над беспрецедентным по эксклюзивности фильмом, рассказывающим о финальных часах работы над Зовом Припяти. Мы отправились в офис GSC и засняли последние минуты жизни проекта. И вышли на откровенный разговор с ее создателями. Работы. О! Телевизионщики. О! Вся правда об истории Сталкера. Почему «Чистое небо» оказалось таким. И как праздновали сдачу мастер-диска в GSC. Все это в недалеком будущем. Однако некоторые сцены из этого фильма уже в самом скором времени не будут актуальны. Поэтому мы покажем их прямо сейчас. Сейчас занят, во-первых, релизом. Мы сдаем полиграфию, сейчас готовим все коробочки, там вкладыши, буклеты, все, что пойдет на диск. Ну и есть у нас еще один очень большой проект, над которым тоже сейчас трудимся. Очень много работы, всего, что связано. Мы проводим первый международный фестиваль Сталкеров. Да, планируется провести у нас сейчас первый фестиваль Сталкеров. Это грандиозный большой проект для всех поклонников игры и вообще всех геймеров нашей страны. И не только. Мы только приглашаем всех. Этот фестиваль пройдет у нас 3 октября на центральной площади страны Украины, в городе Киеве, на площади независимости, так называемом Майдане незалежности. Здесь будет у нас огромная сцена, 20 метров в длину, 14 в глубину. Построена конструкция в виде укрытия с четвертым энергоблоком, саркофаг, с трубой и все как положено. Затем есть несколько игровых зон. Одна из них представляет собой 50 компьютеров, которые будут установлены там и люди смогут играть в Сов Припяти в свободном режиме. Также имеется зона, игровая площадка, где будут проводиться лазерные бои. Все опять же совершенно бесплатно. Можно будет целый день с 12 и до 6 вечера будут работать игровые площадки. А с 6 мы начинаем концерт с участием лучших коллективов Украины. Самые известные это ВВ, Скрябин, Бумбокс, Тартак, Скай. Такие вот группы. Будет очень классно, весело. Отдельное мероприятие для прессы готовим. Поэтому игроманию и видеоманию мы уже пригласили. Я думаю, они вам много чего покажут и расскажут еще об этом всем. Ну и напоследок. Полгода назад финальный отчет открывался песней «Leave to forget» группы «Fire Lake», в которой состоит Олег Егорский. Песня была написана специально для «Чистого неба», но в игру не попала из-за известных проблем со сдачей проекта. Недавно «Fire Lake» записали русскую версию песни, которую исполнят на главной площади страны 3 октября на фестивале, посвященном «Сталкеру». Мы не нашли лучшего способа завершить финальный отчет, кроме как дать вам услышать ее первыми. Взрывая мгновенье через сотни лет, мы растаем в пыли своих надежд, оставляя поколеньям горький след. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова